Если видите таких солдат, у которых вот есть радиопередатчик, обязательно его ломайте, что у меня сейчас что-то не получается. Но токверизатором тоже можно вроде его сломать. Ну короче, помните об этом. Добавили в список СВД и гранаты. По-моему это флэхи. Да, стан гранаты это флэхи. Посмотрим, что там нас ждет впереди. Вот фрукты, можно их подстрелить, а потом съесть. Впереди еще несколько солдат. Нужно быть осторожным. Посмотрим в бинокль. Бинокль полезная штука. Я им довольно часто пользуюсь. Чтобы иметь представление о местности и о врагах. Кстати, вот такая высокая трава, это просто отличное место спрятаться. Такая вот высокая трава, это что-то наподобие тележек с сеном из Assassin's Creed. Так, в это вроде попал. Можно продвигаться дальше. Залезем на дерево. Говорит, это просто мое воображение. Вот, усыпило тебя твое воображение. Вот они растут. Фрукты. Точно не знаю, что это, но снайку они нравятся. Кстати, да, я прохожу Subsistence, а не оригинальный снайк-виттер. Тут трехмерная камера. Но всегда можно переключиться на вид, как в снайк-виттер. Как мы видим, там еще один солдат ходит. Его мы тоже сейчас усыпим. Так, второй заметил, то что я его усыпил. А у него рация, сейчас он будет вызывать подмогу. Так, я его усыпил. Но он успел сделать вызов на базу. Сейчас прибежит отряд подкрепления. Лучше сейчас спрятаться. А вот и подкрепление. Сейчас мы их потихоньку вырубим. Так, один убежал. И второй ложись спать. Куда ж ты там убежал-то, блин? А, плевать на него, уходим на другую локацию. Папа. Папа. Продолжение следует. Папа. Вот улей, которая может очень помочь. Не зря так Снэк Ехидно улыбнулся. Попробуй попасть в улей. Не туда попал. Нужно, чтобы он стоял под ним. Все, вот теперь можно стрелять. Так, не получилось, с улей не получилось. А так бы тут очень легко можно было пройти. Ну ладно, пойдем по старинке. Локация, кстати, очень живописная. С мостом висячим. То есть, правильно сказать, подвесным мостом. Ну или как-то так. Так, там двое чуваков идут. Как раз по мосту. Сейчас попробую их вырубить. Забавная ситуация. Этот умник скинул своего сослуживца с моста. Ну да, на нем реально можно упасть и самому. Очень неустойчивый. Снова рассмотрим ближайший. Снова рассмотрим ближайшую местность бинокль. Там по моему всего один солдат остался. А под мостом М4А1 есть вроде. Или М16. Что-то я забыл. Ну, как найдем, выясним. Осторожненько, осторожненько. Вон какая там высота. Ну и красиво тут, надо сказать. Горная такая местность. Осторожно. Вот таким способом нужно и переглядаться по мосту. Эх, никудышный ты солдат. Взял, скинул своего друга. В пропасть. Хотя, может он и выжил. А может и не выжил. Медленно, медленно, аккуратненько подкрадываемся к тому солдату. Фигово в этой игре одно. Что нельзя переглядываться в стиле Сэма Фишера. Да, вот это реально фигово. Почему они этого не сделали, я не знаю. Больше у меня никаких претензий к этой игре нет. Разве что вот этот момент. Ну все, вырубили. Сектор чист. Можно теперь спокойно передвигаться. Вот таким образом еще можно искать предметы у врагов. Идем за М16. Тут осторожно, можно оступиться и улететь. Нафиг. Да, это М4А1. Я все-таки был прав в начале. Так, теперь можно что-нибудь скушать. Ну вот эта вот голова. О, змею понравилось. А яблочко? Что-то не очень ему понравилось. Теперь можно сменить камуфляж. Все, продвигаемся дальше. Мы уже почти у фабрики, где держатся колова. Да и неплохо было бы найти глушитель для М4А1. Украин. Да и не совсем. Я тоже. Да и не совсем. Бонус. Знаешь, еслиbesу. Да и не сменить камуфляж. Да и не смесь. Продолжение следует...